Бог критовое занятие по книге Равзнам Меркоина «Ключи к радостной и благоволучной жизни» и разночной доверии Турайли Юлию Нишмат кониктами Мухонама Витруши вагамистер патмирям на слахатами церва патминсер шарам вольцебауна чтобы защищение Турак было заслугу всему юрецкому народу для полного и скорейшего освобождения всех пленных под радошем для защищения всех больных и раненых для полного уничтожения всех врагов юрецкого народа и полного освобождения спасения юрецкого народа вчера мы прошли, что один из ключей к радостной жизни это уважение к другим людям тот человек должен научиться уважать других людей почитать их как за то, что они созданы по образу и подобию Всевышнего так и за то, что у них есть внутренний мир и внутренние силы следующая глава самоуважение одна из серьезных задач стоящих перед человеком который стремится сформировать свою личность это внутреннее осознание собственного достоинства сочетающиеся со скромностью то есть человек должен в себе развивать скромность и спокойствие то есть у него должно быть личное достоинство но это не должно привести его к гордости если человек не ощущает своей значимости как высшее целетворение не осознает того влияния которое оказывает каждое его действие на духовное и материальное измерение этого мира он может низко пасть не видя насколько он опустился и не понимая где оказался то есть человек должен чувствовать что он венец творения он та причина по которой Всевышний создал этот мир и каждое действие человека влияет и на этот мир и на духовный мир более того человек лишенный мотивации совершать добрые поступки его уже не интересует ни собственное благо ни блага этого мира ложное чувство бессилия и никчемности переполняет его он удручен уныл и апатичен как говорит Писание и поник человек и унизился муж поэтому человек должен иметь правильную самооценку уважение к себе чтобы не дай Бог не упасть однако и наоборот преувеличенное сознание собственной важности приводит человека к постоянной охоте за почестями и погоне за знаками внимания об этом сказали мудрецы зависть вожделение и желание почестей выводит человека из мира одно из 48 условий с помощью которых приобретается Тора это отдаление от почета скромность необходимое качество но не менее необходимо и самоуважение и следует каждому найти их надлежащее сочетание то есть что у человека должно быть уважение к себе самоуважение но в тот же самый момент это самоуважение не должно привести его к гордыне и погоне за почестями а он должен найти правильный баланс между самоуважением и скромностью мудрецы и мечны разбирают вопрос почему первый человек был создан один а растения и животные каждого вида были сотворены Всевышним во многих экземплярах то есть множество разных животных и растений Всевышний создал но человека создал одного их ответ весьма поучителен поскольку дает представление об истинном величии человека вот слова Мишны глава Сан-Эдре четвертая глава пятая Мишна или пятый лист человек для того был создан единственным чтобы научить себя каждый постигнувший на одну душу из Израиля как будто уничтожил целый мир ведь из одного человека Адама произошло все человечество так же и любой человек так же и любой другой человек может стать порождением целого мира но всякий кто спас одну душу из Израиля как будто спас целый мир когда мы говорим человек спас одного человека как будто спас весь мир почему считай что ты спас первого человека Единственность первого человека важна еще и для установления мира между людьми, чтобы никто не мог сказать, мой праотец выше твоего, ведь у всех один праотец Адам, а также чтобы еретики не говорили, что существует много творящих богов. Адам был единственным и сотворен единым, одним творцом. Нет много богов, есть один всевышний бог. Еще чтобы показать величие творца, ведь человек чеканит много монет одним штампом, и все они выходят одинаковыми, а всевышний чеканит всех людей одним шаблоном Адама, то есть первый человек, и ни один из них не похож на другого. Поэтому каждый человек обязан говорить, мир создан для меня. Каждый человек должен понимать, что мир создан для меня, но, как мы сказали вначале, это чувство самоуважения не должно приводить его к гордыни. И еще говорится в Мидорше, вначале Мушей говорил с Израилем в единственном числе, как сказано, а сейчас Израиль, о чем Господь Бог твой просит тебя. Из этого учим, что каждый человек из Израиля так должен видеть творение. Для меня сотворен мир, и Тора дана мне. Каждый человек должен так думать. Другими словами, человек не должен считать себя безликой, лишенной индивидуальности, единицей и сонма всех людей, населяющих этот мир. Он обязан верить в свою уникальность и неповторимость, и в то, что мир с ним и без него, это совсем не одно и то же. То есть каждый человек нужен в мире, без него мир совсем другой. Каждый миг жизни человека в этом мире является важной и неотъемлемой частью общего механизма творения. И у него есть в нем своя исключительная и особая полезная функция. Не случайно все люди и внешне отличаются друг от друга, чтобы каждый помнил о своей индивидуальности. В этом мире у каждого определенное задание, которое никто не сможет выполнить вместо него. В данном контексте не имеет значения, идет ли речь о здоровом или больном человеке, красивом или безобразном, психически нормальном или душевно больном. У каждого своя духовная функция в этом мире. Поэтому добрый поступок человека или страдания, которые он испытывает, приводит его и вместе с ним весь мир к исправлению и совершенствованию. Учение Каббалы говорит, что все сказанное обретает особенное значение и смысл, когда речь идет о человеке с еврейской душой. То есть все, что мы сказали, правильно в отношении всех людей. Каждый человек уникальный и он необходим для той гармонии, которая существует в мире и для того, чтобы привести мир к своему окончательному исправлению. Но Зоор говорит, что к евреям это относится еще более глубоко. В силу самого того факта, что он принадлежит к роду принявших синайское откровение к потомкам избранных Всевышним Аврагама, Ицхака и Якова. Но это могут быть и новообращенные, прошедшие ги-юр по всем правилам Аллахи, что создает принципиальные изменения в душе человека. То есть мы не говорим, что еврей особенный. Гой, который принимает еврейство так, как надо, он становится стопроцентным евреем. И даже в его душе есть изменения. Каждое действие человека с еврейской душой имеет большой вес в высших духовных мирах. Существуют заповеди, предназначенные в частности для того, чтобы напомнить еврею о его ценности в глазах Создателя и внушить ему чувство собственного достоинства, обязывающие его вести себя, как подобает сыну царя. Например, одна из заповедей Торы – это запрет дробить кость пасхальной жетвы, которую едят в ночь Песоха. Как написано, и кость не разбивайте в ней. То есть, когда резали барашка, когда его полностью зажаривали, когда его разделывали, нельзя было ломать кости. Можно было порезать между костями, где они соединяются, но кости ломать было нельзя. Почему нельзя ломать? Сефер Ахинух объясняет смысл этой заповеди, пишет следующее. «Не подобает сыновьям царя обгладывать кости и разбивать их, подобно собакам». То есть, человек не должен обсасывать эти кости, грызть их и ломать. Так поступают только голодные нищие. Поэтому, как в самом начале нашего становления царством священников и святым народом, так и каждый год в это же время мы исполняем действия, которые подчеркивают высокую ступень, достигнутую нами в тот час. Сейчас, когда мы вышли из Египта, и Всевышний выбрал нас своим народом. Эти действия укрепляют наше национальное сознание, и оно установится в наших душах на веки. Мы должны передавать, берем это своим детям. Но, как мы говорили, не значит, что у евреев голубая кровь, не дай бог. Но евреи такие же люди, как другие. Но у них ответственности больше. Чем больше человек, чем возменяет человек, чем больше у него пост, тем больше на него смотрят. Поэтому человек, который выбирается, его убирает президентом, вестипрезидентом, мэром, не важно что, он не может жаловаться за то, что за ним 24 часа в день следят репортеры, фоторепортеры и все остальные. Почему? Ты сам себе выбрал такое положение, такую работу, так и еврейский народ. То, что мы избранный народ, не значит, что мы лучше, а значит, что он у нас больше ответственности. Где бы еврей ни был, все гои на него смотрят. Если он ходит с кипой, он для гоя рабай. Он никакой, он не простой еврей. Баруха Шем соблюдает шаббат, кашлют и остальные митцвот. Одевает кипу, как того, как то гоя далаха. Но для других, он кто? Он считается рабай. Он пример для других. А бы коровы не касается, да, ламы? Нет, коровы нет. Сегодня то, что мы едим можно, этот заповедь относится только к пасхальной жертве, корбан-песах. Он должен быть цельным. Мудрецы кабалы подчеркивают, что каждое действие человека, каждое его слово и даже каждая мысль воздействует на него самого, на его окружение и, более того, на высшие духовные меры. Вот слова книги Нефиша Хаим. Связь души человека с телом обусловлена пищей и водой. В их отсутствии душа покидает тело. Человек должен есть и пить, чтобы жить. Правильно? Подобно этому постановила воля Творца, чтобы вся связь Всевышнего с духовными мирами, которые рассматриваются как большой образ человека, зависело от занятия Торы, исполнения заповедей и молитвенного служения избранного народа. Еще добавлено там так. Как пища вредная для тела и не питает его, а превращается в отравляющие отходы, изнуряет и ослабляет тело, так и дурные действия человека превращаются в высших мирах, в духовные отходы и грязь, и в этом усилении власти нечистоты. То есть человек, для того, чтобы он жил, физически должен есть и должен пить. Для того, чтобы он жил духовно, он должен изучать Тору, должен молиться, должен исполнять митцвот. И человек, который ест что-то вредное, вредит своему здоровью, также человек, который грешит, он приводит в мир, в духовный мир, в физический мир, духовную грязь и нечистоту. Жить, чтобы кушать. Сейчас посмотрим. Далее сказано, а теперь посмотри и уразумей, сколь насущна необходимость в нашем святом служении для самого существования миров, для привлечения в них благословения и дополнительной святости вследствие постоянной связи со Всевышним. Каждый из святого народа, то есть каждый еврей, должен быть чист мыслью и свят в своих намерениях, когда изучает Тору, исполняет заповеди, а особенно, когда возносит молитву Творцу. Ведь молитва – основная духовная пища миров и души самого человека. Что является пищей и едой для духовных миров? Молитва еврейского народа. Благодаря молитве мир продолжает существовать. Мы говорили, человек, который молится о чем-то, чтобы у него были здоровые дети, чтобы у него был парносаж, чтобы у него был шлембай, чтобы у него были хорошие внуки, молитва придает им силу, придает им святости, и то, за что человек молит, хочет открыть бизнес. Когда он молится за это, у этого бизнеса есть больше благополучия, больше благословения. Но говорят, пища… А? Это не считаете, что… Еще раз. Гои тоже молятся. Тоже молятся. У них другая молитва. У них проходит молитва? Конечно, проходит. Конечно, проходит. У них тоже есть связь со Всевышним. Они же единому Богу не молят? Они молятся единому Богу тоже. Большинство из Гои молятся единственному Богу. Это одна из причин, почему мир пришло в христианство и мусульманство, чтобы этих Гоев оторвать от идолопоклонства и поклонения многим иголам и привести в мир знание о единстве Творца. Кроме того, что это знание еврейского народа. Тот, кто осознает, сколь огромная сила сосредоточена в его руках, речами и поступками, поддерживает духовные миры или разрушит их, а значит, и материальный мир, зависящий от них, откажется от легкомыслия и легковесности своих поступков, недооценивая свою роль и место в этом мире, считая себя незаметным и незначительным, а значит, многого не требуя от себя, человек наносит ущерб и себе, и всему миру. То есть человек не должен думать, ну кто я такой? Но ты очень важный человек. Ты очень важное существо. Самоуважение – это необходимые условия достойного поведения человека, хотя оно и должно ограничиваться истинной скромностью. Чувство собственного достоинства неизбежно переведет человека к необходимому самоконтролю, взвешенным словам и обдуманным действиям. Человек, который уважает себя, не будет орать, не будет кричать, не будет опаздывать, не будет говорить то, что не нужно говорить. Если он себя уважает, будет вести себя достойно. Но если он говорит, а кто я такой? Я простой человек. Тогда не будет к себе требователь настолько, сколько должен. Он также станет проверять чистоту своих намерений, совершая даже самые благородные поступки. То есть, даже когда он делает митцву, делает благородные поступки, он потом будет проверять их. А когда я это сделал? Я сделал это с правильными намерениями? Или у меня были какие-то задние мысли? Когда я кому-то помог, для чего я ему помог? Исполнить митцву или думая, может быть, он мне когда-то пригодится, надо ему помочь, не надо ему отказываться. Так достигается духовное совершенство. Как? Когда человек переоценит свои поступки, при этом размышляет над огромными возможностями, врученными ему Творцом. Осознав значение самоуважения, он поймет и значение достоинства человека вообще. Тогда уважение к ближнему станет для него очевидностью и естественным способом жизни. То есть, интересно, да, что говорит Тора? Люби ближнего самого, как самого себя. Здесь Равзамир Коэн говорит, человек, который научит уважать себя, научится уважать и других. У тебя будет высокая самооценка к себе, то тем более к другим людям. Теперь, еще пару абзацев. Здесь предназначение каждого человека. Каждый человек, пришедший в этот мир в определенный исторический период, является важной и ценной составной частью механизма, который бесперебойно функционирует в полной гармонии и во взаимодействии всех его компонентов между собой. Да, Рахмат Курабай Мурдухай говорил, каждый из нас маленький винтик большого механизма. Но если этого винтика не будет, этот механизм развалится. Поэтому человек, который пришел в этот мир, в любой момент истории является необходимой частью этого мира для правильного и полного функционирования этого мира. Каждая деталь жизненно необходима для правильной работы системы. Человек, совершая определенные поступки, своими действиями, может принести пользу этой системе, но может и причинить ей ущерб. Мудрецы Кабалу учили, что у каждого человека есть два пути личного служения. Один путь – это исправление творения в том, что дано для исправления только ему. То есть, ты пришел в этот мир, есть что-то, что исправить может только ты и никто другой. Путем исполнения своей совокупности заповедей. У тебя есть мецод, который ты должен исполнять. Представьте себе весь мир, как огромное здание с множеством дверей. Все они – врата для различных исправлений этого мира. Но существует дверь, ключ от которой есть только у вас. Кто может туда зайти? Только я. Второй путь – это личное исправление человека в соответствии с тем предназначением, для которого он пришел в этот мир. Как же можно узнать, в чем заключается предназначение каждого человека? То есть, человек, живущий в этом мире, мы с вами говорили, Вороша Шана Бог решает роль каждого человека на следующий год. И эта роль определяется в соответствии с его поведением в прошлый год и в соответствии с его значением и ролью не только в его жизни, но от создания мира и до прихода Машеха. Он – часть истории. И так Всевышний ведет мир двумя путями. Всеобщий глобальный мир, который ведет к исправлению, полному исправлению и завершению этого мира. И также личный путь каждого человека. И все они, оба они переплетаются. То как узнать, для чего пришел человек? Я думаю, это самый интересный вопрос, который человек хочет узнать. Как же можно узнать, в чем заключается предназначение каждого человека? Ответом на этот вопрос является понимание того, какой заповеди он тянет со всей душой и какой грех больше всего влечет его. Человек должен начать замечать в себе, куда меня больше тянет в святости и в нечистоте, не дай Бог. Остро ощущаемая потребность. Выполнение определенной заповеди означает, что именно этого не хватает в его душе. Именно для этого она здесь находится. В тот соблазн, которому труднее всего противостоять, а тот соблазн, вернее, которому труднее всего противостоять. Это происки дурного начала. Главное испытание человека в этом мире, поскольку его исправление связано именно с ним. То есть, куда его тянет в нечистоте, там его ецерара над ним работает, а где в митцвот, это там митцва, которая не хватает в его душе для полного исправления. Но ецерара тоже его испытывает. Все сказанное лишь дополняет идею общей пользы от каждого исполнения заповедей, предписывающей или запрещающей. В повелительной митцве или запрещающей митцве. Каждая митцва, которую человек делает, она приносит пользу или не дай Бог вред, если он сделал грех. Поэтому говорит, каждая, которая освещает душу, формирует и подготавливает к переходу к вечной жизни. Каждая митцва дает свет душе человека и подготавливает его к уламу. Действия и мысли. Чрезвычайно важны слова книги Сефира Хинух о том, что на личность человека гораздо сильнее влияют его поступки, чем его мысли. Мы думаем, что нужно мысли сначала очистить. Но то, что человек делает, влияет на него больше, чем его мысли. Поэтому приведем эти слова полностью. Говорит Сефира Хинух. И не думай, сын мой. То есть мы с вами говорили, он написал эту книгу для своего сына. Книгу, в которой он написал и объяснил все 613 заповедей. И не думай, сын мой. Опровергать мои слова и говорить, зачем бы это Всевышнему заповедовать нам все это ради напоминания о чуде исхода из Египта. То есть все, что мы исполняем, большинство митцвотов мы говорим, он говорит, не думай, зачем Богу столько митцвот давать, чтобы мы помнили, что мы вышли из Египта. Ведь достаточно и одной заповеди, чтобы мы и наши потомки помнили это чудо и не забывали о нем. Такое возражение не признак большого ума. Слушай, сын мой, внимательно. И я научу тебя правильному подходу к торе и заповедям. Знай, что поступки человека воздействуют на него. Его сердце и мысли всегда устремляются за действиями, которые он совершает, будь они хороши или плохи. И даже законченный злодей, все помыслы которого Адурном может исправить себя, если и станет заниматься торой и соблюдать заповеди. И даже если его намерения нечисты, он сразу же склонится к добру. Сила его поступков убьет в нем злое начало. То есть кто убьет в нем злое начало? Митцвот. Ибо сердца тянутся за действиями. И наоборот, даже совершенный праведник с чистым и непорочным сердцем, стремящийся к торе и любящий заповеди, даже по принуждению совершающий дурные поступки, очень быстро отойдет от праведности и станет злодеем. Известно это и истина, что на любого человека, как сказано, влияют его поступки. Как мы с вами говорили, человек, который хочет справиться, человек, который хочет стать лучше, он должен научить делать. Нужно начать делать. Митцвот, добрые дела, добрые слова, понемногу человек исправится. Человек, который, то есть за его действиями, пойдет его характер, пойдет все остальное. Человек, который хочет справиться, пока, и интересно, да, человек, который хочет чего-то добиться, к чему-то привыкнуть, должен делать это как минимум 40 дней. Когда человек что-то делает 40 дней, он уже к этому привыкает, и он уже начинает меняться. Поэтому, говорит Сефер Ахиндух, что за действием человека человек не может сказать, я еще до этого не дошил, я еще до этого не дошел, я еще до этого не дорос, чтобы я знаю, делал все мясо так, как надо. Ты должен начать и постепенно, постепенно твои действия изменят тебя самого. Барук Адонай, לעולם, Амин, ו-Амин.